Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Что ж, сегодня у нас с вами не совсем обычный формат, потому что мы пойдем на проверку в ресторан. Чика – один из самых обсуждаемых корейских стритфудов, сеть которая за пару лет достигла просто невероятного охвата. К их кухне и к их домику, как они сами себя называют, можно относиться абсолютно по-разному. Но давайте сегодня разберем феномен Чика и устроим им проверку мукбангом. Положите ручкой! Ах, да если кто не понял, так выглядит стандартный день открытия нового Чика. И это не постановочные виде. Спойлер, вышло настолько странно, насколько я сама того даже не ожидала. Поэтому рекомендую вам сейчас словить пасхалку, загореть себе чай, кофе, ну или какой-то другой вкусной жижки. О самом Чика я узнала примерно, когда они открылись, то есть пару лет тому назад. И откровенно говоря, несмотря на то, что они только открылись и еще были тогда очень малому количеству людей известны, каким-то образом я заказываю себе оттуда еду. И мне она настолько сильно не нравится, насколько это вообще может не нравиться еда. Я просто смотрю на этот контейнер, я не помню, что у меня там было, у меня, наверное, была курица, и думаю, блин, просто очень странная еда. Что ж, наблюдаю за тем, что они развиваются, за тем, что там толпа очередь, за то, что огромное количество людей едет на открытие этих заведений. Домики открываются просто буквально везде. Чика в темене, ура! Чика буквально везде. Я вижу ее в реках, вижу у знакомых, и самое главное, вижу Чика в своем чате в телеге, где подписчики обсуждают сеть. Кто-то даже собирался на какой-то ивент вместе идти, кто-то шел на открытие нового домика в своем городе. И знаете, любопытно, как из места с, ну, соу-соу курицей, когда они были еще Чика Рика, сеть получает ребрендинг и называется теперь просто Чика. Теперь она ездит в Корею на обучение, взят туда оборудование и собирает, блин, толпы. Как это возможно? Чика! 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 Ну, конечно же, мне стало интересно. Я решила, что нам надо проверить, так ли круто они выросли, так ли круто они сейчас работают и вообще, что там происходит. День приезда в Чико. На самом деле, когда Чика был корейским стритфудом, я относилась к этому как к стритфуду, то есть ничего такого особого супер-мега-вау не ожидая. Но когда они начинают брать курс на более традиционную корейскую еду, которую я на самом деле уже очень люблю, разбираюсь, и я вот в этом вот шаре, потому что регулярно в Корее я занимаюсь тем, что я просто обжираюсь 2-4 на 7, тут меня это начинает интересовать. И я еду туда на мукбанг. На самом деле, я думаю, что я хочу взять деширак, потому что, кстати говоря, вы знали, что деширак это не вот эта вот лапша, о которой все думают, а это буквально корейская бенда. Я думаю, так будет понятнее язык. Корейская бенда вообще идеальна. Значит, здесь есть какие варианты? Острая курица с бампушками, интересно, прикольно. Бульгоги это то, что я люблю, это очень вкусное мясо. Оно, кстати говоря, не острое, оно такое немножко сладковатое, очень вкусно. И есть еще пульгоги с бампушками. Давайте заказывать. Так, здравствуйте, сейчас буду заказывать деширак, попробовать пульгоги с бампушками. Поэтому хочу, наверное, кемпабу с тунцом еще взять. Раз 60, да, можете выбрать одну карточку. Можно сама выбрать любую карточку, в которой я здесь уже, да? Да, у вас в чеке получилось 1800, можете взять 3 карточки. Сейчас наберем. Блин, карточки такие классные, они прям реально плотные, их очень здорово носить под чехлом для телефона. У меня есть еще прозрачный чехол, прям вот сейчас набираю. Жи айдл и бакула. Обязательно, сейчас все будет, подождите. Вот, чтобы в мой лес вошло, здесь и останется. Спасибо. Все, пойдем ждать. Но перед тем, как я буду оценивать предыстория. Проходит время. Если раньше мне по вкусу было невкусно, поэтому ему речь Чика не заходила, то теперь все меняется. Я начинаю видеть видео Чика буквально везде. Кто-то даже из моих знакомых туда сходил, потом заспамил всю свою закрытку о том, как ему там, ну, прикольно, нормально, карточка. И весь этот хайп, который происходит, просто за грани добра и зла. Куда ни глянь, везде просто Чика или кто-то, кто сходил в Чика. Потом у Чика на первой волне хайпа случается скандал, а скандалы мы с вами любим. Я в какой-то момент пытаюсь даже в этом во всем разобраться, потому что в кей-поп тусовке и среди моих знакомых эта тема начинает горячо обсуждаться. По классике все разбиваются на два лагеря. И пока я изучаю тему, я понимаю, что во всем этом внутри слишком много эмоций. И если туда влезать, то разобраться нужно прям максимально досконально. Потому что начинают вылезать абсолютно странные, хаотичные вещи, которые вообще все сбивают, а ты уже ничего в этом не понимаешь. То у девушки, которая конфликтует с Чика, появляются какие-то сливеры, которые представляются ее друзьями, которые сливают ее личные переписки и рассказывают о том, ради чего она все это затевала. С их слов хотела денег и хайпа, очевидно. Начинает существовать теории о том, что это вообще происки конкурентов, все это, весь этот хейт уплачен, ну, в целом все по классике, а впрочем ничего нового. Но я думаю, что вы сами прекрасно понимаете, что абсолютно кто угодно может что угодно написать, что угодно выложить. И когда ты лично в этом не участвовал, когда ты лично в этом не вращаешься, то мутно. И последнее, на чем я для себя поставила точку, это то, что я не хочу влезать в ресторанные разборки, которые меня даже не касаются. Я в этом не экспертна, и если я еще могу влезть в какую-то салонную историю, с салонами красоты или со сферой бьюти услуг, потому что я там хотя бы шары, то здесь я понимаю, что... Ах да, спойлер впоследствии, у Чика даже был суд, который они выиграли. Сейчас отвечик подал на апелляцию, но в целом, конкретно на данный момент ситуация такова, что Чика суд на тему всей этой клеветы или вообще в чем там был замут, они, короче, это выиграли. Встречная была подана апелляция, поэтому на сей момент такие дела. Но мы сегодня о другом. И да, я попрошу вас воздержаться от каких-то оскорбительных комментариев в любую сторону. Сегодня мы говорим на тему хайповости Чика и их еды. Итак, самое первое. Сейчас я буду начинать тестировать... Начнем, пожалуй, с кимпаба, потому что кимпаба я очень сильно люблю. Выглядят они, конечно, очень красиво, сочно. Смотрите, давайте вместе. Еще и кимчи вот здесь вот так вот положили. Вообще красота. Тестируем. Кимпаб супер! Во! А похрустеть СМР. Кимчи. Слушайте, когда мы кубангеры едят, они это делают так, как будто бы они сейчас... Я не знаю, что у них получится, но я прям... Вот это вот сила, мне надо кудасай. На самом деле, это вкусно. Сейчас я попробую наложить на себя звук. Ямите кудасай! Я... До слез. Пампушка. Я думаю, наверное, я это поем руками. Блин, она очень вкусная. Это такая паровая булочка. Очень клево. Мне кажется, кстати говоря, в нее можно даже мясо сдерживать. Вы так не делаете? Ну или делайте. Но я хочу попробовать. Мне кажется, будет очень клево. Немножко соуса капну. Сейчас, Каролина, мы доснимем, я с собой поделюсь. Подожди минуту. Хорошо, я тоже. Я не понимаю, что делать, когда я жую. Здравствуйте, дорогие друзья. Надеюсь, меня слышно видно. В общем, сейчас в совмест с Лисой буду пробовать всю эту пищу, которую мне привезли. Чика, пожалуйста. Надеюсь, это было записано. Если что, тот столик тоже наш, поэтому все окей, влезли в свою же тарелку. Это карамель. Знаете, что у нас тут? Чап-чхэ. Стеклянная лапша, обжаренная в соусе с овощами и говядиной, выкрашенная жареным яйцом. Начнем с этого. Хотя я уже обделась, потому что мы тут снимали 100 часов. В общем, будем кушать вот это вот прекрасное чадо. Пожалуйста. Надеюсь, все его оценили, потому что оно выглядит великолепно. Возьмем с сегодняшнего стола палочки. Это рис. Смотрите, пожалуйста, рис. Я так люблю огурцы. Ну, типа, люблю огурцы в соусе. Типа, я жую. Это хорошо. Еще вот такие штучки. Это, не знаю, бодрест или что-то типа такого. Это тоже очень вкусно. Мой желудок просто переполнен. Ну, я так хочу это съесть. Еще говядина есть. Это что? Это тоже огурцы? Да. Знаете, что? Ммм, сейчас. Короче, это блюдо получает у меня лайк. Если бы я была очень голодной, я бы взяла бы в первую очередь его. На самом деле, хочу сказать, что я уже ходила в Чика много раз, но сейчас кемпабы стали в миллион раз вкуснее, а не больше. Они сочнее. Я прям мега довольна. Это вот очень вкусно, серьезно. Если вы когда-то ходили, и вам не супер нравилось, ходите сейчас, потому что они обновили меню. Тут теперь появилось больше традиционных корейских блюд. Уже очень вкусные. Реально пересмотрели рецепты продуктов, потому что, ну, я посписываю на их телегу, они постоянно спрашивают, типа, что вам нравится, что вам не нравится в домике. Но когда люди пишут, там много одинаковых сообщений, или там, ну, нам не нравится, грубо говоря, нори, хотя, я не знаю, мне кажется, такого не писали. Вот, они начинают менять рецепты, чтобы людям было вкуснее. И это прям реально, хочу сказать, сработало. Как человек, который проверил миллион салонов красоты, и у которого даже были некоторые очень неприятные инциденты, которые повлекли кончину питомца, я знаю, как обычно отрабатывают владельцы бизнесов. Они просто ничего не делают для того, чтобы улучшить свой сервис, потому что они считают, что клиент априори неправ, даже если клиент вообще ничего такого не сделал. Здесь же получается обратная история. Они постоянно отрабатывают негативные отзывы, ну, по крайней мере, на данный момент, с того, что мы можем видеть в их телеге. Поэтому это очень круто, это очень цепляет, и у меня лично это вызывает, как бы, доверие к месту. Следующий у нас будет порн-дог, который я хотела пробовать давно, до того, как я пришла в Чика. Он теплый. О, боже, я на нее сейчас я буду делать сырные такую вот эту растючку. Насколько тянется сыр в этом блюде? Сейчас мы проверим. А, горячо! Боже, эта моцарелла, она меня просто вылет с ума. Оцените, пожалуйста, текучий сыр. Очень горячо, просто я не могу сделать. Действительно? Типа для обложки. Спасибо. В общем, пробуем эту сырную жижу, наматываем ее вот так вот. Не будьте мне смарт-булогером. Ау. Че? Терни-корто. В какой-то момент Чика начинает захватывать весь рынок. Я уверена, что, когда вы проходите мимо Чика, зачастую вы можете видеть там или огромное количество людей внутри, или огромное количество людей, которые стоят в очереди. И это, на самом деле, уникально, потому что я не могу вспомнить ни одного подобного места, где люди бы реально толпились перед входом, чтобы зайти в заведение. Кстати говоря, в Корее и в Японии такое существует. А теперь минутки корейского СМРа. Показываю, как в Корее меня научили мои друзья корейцы есть мясо. Берешь листочек, берешь мясо, берешь кимчи, которые у тебя подают вместе с пончанами. Все это заворачиваешь. Я добавлю еще немножко корейской морковки, чтобы было вкуснее. И вот так вот все это заворачиваешь в листочек. Вкусно, пипец, элегантно, красиво. И уже ешь. Это очень вкусно, прямо как в Корее. Я говорю, что на петельном ртом. Это нормально, вас здесь все чапкают. Это правда. Минутка СМР-виды. Я просто буду жевать его, смотрите. Кимчи, кстати, очень вкусная. Давайте пробовать. Очень мягкая курица. Соус не очень острый. Но если вы любите его прям очень острое, вам не зайдет. Те, говоря, здесь, кому недостаточно острого, можно взять вот бульдак соус очень острый. Но, внимание, это действительно прям совсем острая история. Поэтому, если вы ее не тестировали и думаете, что это остро, ну, как-нибудь одну себе микрокаплю, это будет достаточно для теста. Потом лучше добавить, чем испортить блюдо. Потом здесь есть еще бесплатный корейский бульон. И, кстати говоря, в Корее, когда заходишь практически в любое заведение, там тоже всегда стоит вот такая вот стоечка с водичкой обязательно. Можешь себе наливать. И с какой-то жижкой. И ты прям можешь подойти, налить себе себе на бульон. И ты прям можешь круто. Я рада, что в Чико такое тоже появилось. Ну, если вы любите средний острый туп, как я, с овощами очень приятно. Хорошо, я милюсь. Что по жижам в Чико? Так, твои любимые песни BTS тут есть? Подожди, тут вообще нет песни. Тут написано, я порвую ее, я тебя фиолетовую. Так там это Seven песня была Like Crazy. Где? А вот я вижу. А я же отрываю туда. Блин, ну нет. Да, и желейных котиков еще хочу. Я все хочу, я все с твоей жирой. Ну или нет, мы снимаем. Ладно, добавите два. Пусть это 10 минут. Они реально очень крутые. Я не знаю, как это вообще есть. Вот ты только что потрогал, поиграл, поснимал его по-разному. А теперь это же поесть надо. Но как-то неправильно получается. Когда это? Сейчас мы будем есть этого шоколадного котика. Тестируем. Ммм. Так, рассказываю. Значит, вот этот вот крем, соленая карамель. И это очень вкусно. Прям вообще. А сам котик на его фоне менее сладкий. И получается идеальная коллаборация. Да, это хорошо. Сейчас я сразу хочу проверить второго, который белый. Попробуем его. Ммм. Блин, они на самом деле очень вкусные. Этот шоколадный, этот ванильный. Очень хорошо. Но еще и мне нравится то, что можно контент с этими штуками наснимать. Так тоже классно. На удивление, шоколадные менее сладкие как будто. Ммм. Сейчас мы будем подъедать за лисом. Ммм. Где тоже можно? Я разрешаю. Лайк. Желейные котики, к моему великому удивлению, реально прикольные. И они на самом деле дрыжутся. Вот так вот делаешь, он делает дррррррррррррррррррррррр. Мне очень понравилось. И это я говорю ванну. Человек, который не любит сладкое, но даже мне зашло. А еще мне зашли волосы во рту. Короче, эноки – это грибы. Я знаю, что лиса не очень любит грибы, но я люблю грибы. Где мой палки? Посмотрите на эту сочную Грибную штуку Я обожаю эту грибную жижу Все, мы же будут переколны Грибы, это мой флорит Кстати, вы любите грибы? Потому что я да Ну и, конечно же, легендарная Пупкейк, конечно же, я хочу Взять, потому что в Корее я его ела Это было потрясающе вкусно Да, там, кстати, эта тема очень сильно хайпит Очень много всяких таких всевозможных заведений Есть даже музей вот этого пупа, скажем так Попробуем, сравним Ты была в музее пупа? Я нет, но мне все мои друзья Ходили, еще ели это абсолютно потрясающее блюдо Это рис с карри Который находится в упаковке туалета Это вообще потрясающе выглядит Такой коричневый карри, но белый рис, все дела Так, а теперь Легенда, которая выглядит Следующим образом, это не просто Как бы печенька, это пупкейк Тесто такое прикольное Это очень хорошо Смотри, оно прям вообще Оно очень прикольное, оно бисквитное И я точно знаю, что вот такие вот пупкейки Почему, собственно, делать тяжело? Потому что нужна специальная форма, которая есть только в Корее Ну и, собственно, теперь уже в Чико Потому что я видела, что они именно оттуда ее заказывали Это нутелла Идеально Еще жижку протестирую Жижка хайп Признавайтесь, кто сейчас и что ест Я ем пупкейк А как мы до этого дошли? Не, не знаю Я уже ничего не понимаю Ладно, все это, конечно, хорошо Но дальше будет лучше В общем, я заканчиваю мукбанг И дальше происходит нечто необычное Люди, которые работают с Чико Знают меня, естественно И знают мой бренд И как-то слово за слово Мы заговорились, заобщались Они рассказывают про свои ивенты Я рассказываю про то, что у нас тоже сейчас куча Мероприятий для аудитории Покупателей Бездны будет Рассказываю о том, какой у нас был Новый год Как мы все это делали Какие мы адвент-календари устраивали Как все было масштабно, круто И я довольна И покупатели, слава богу, тоже довольны И тут, как-то, знаете, слово за слово И мы приходим к выводу, что А почему, собственно, нам не сделать совместный ивент? И когда мне предложили эту коллаборацию Я сразу сказала, что еду я делать не хочу Потому что я на данный момент в этом не шарю Но если вам интересно сделать со мной какие-то напитки Это была бы очень классная идея И мы начинаем их дегустацию Дегустация первого и второго напитка из пяти Теплый, холодный напиток Какая милота Ваа, это очень мило Сейчас буду дегустировать Слушай, выглядит это реально очень круто То есть просто настроение взять, походить все это Потому что, ну, невероятно Тестируем Вот реально кофейный милкшейк Это вкусно, мне нравится Но это вот правильно сказала Но он типа не сладкое такое Пробуем второй Не, ну от упаковок я, конечно, в полном восторге Ребятки Я про все условия вам еще расскажу Сейчас у нас такая предварительная дегустация Ну, конечно, вообще Это круто В общем, молодцы, да Это вкусно, это красиво, это симпатично И вот так вот эта ситуация, конечно же, выглядит Я тут уже все намешала, пока проверяла, но очень красиво Дегустация третьего напитка Ой, какая плотная пенка получается, Вай Сейчас Там, получается, внизу в основе у нас клубничное молоко, правильно? Мы его сами делаем Вкусно прям как это самое японское Да, молоко, оно прям хайп Сверху у нас шамале Что ж, спасибо, ждем дальше Напитки будем тестировать Я уже наделась, я уже наделась Поэтому с каждым напитком я буду все более придирчивой Вкусно? Вкусно Дегустация четвертого напитка Значит, здесь лимонад Кисловатый И сверху шарик мороженого Который можно или перемешать с лимонадом Тогда тебе будет сладко и классно Или если ты не любитель, собственно, сладкого То у тебя отдельно будет мороженое Отдельный кисловатый напиток Здесь у нас идут виноградинки И напиток, если вы присмотритесь, он с блестяшками То есть в серии он тут прям где-то максимально глиттер Короче, это хайп Прикольно? Здорово И там внутри еще желешки Да, это виноградики вот там вот внутри Кустация пятого напитка С черной смородиной Он жутко похож на бамбу Мне нравится бамбу Итак, тест Это реально очень прикольный смородиновый бамбу Это интересно Я бы такую жужу брала себе Итак, какие в итоге напитки будут на ивенте? Вселенной Бездны очень много персонажей Но пока что самые любимые из тех, кто читает нашу романгу Из тех, кто следит за Вселенной Это, собственно, сама Бездна, главный герой И ее друг Пич Да Да, Пич Я знаю, что, возможно, многие как бы Но, ребята, им ему дали сильно с довода событий И было принято решение Потому что мы, правда, не смогли определиться в ходе дегустации Что мы вообще хотим, потому что все было реально безумно вкусно Реально 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 И было принято решение, собственно, сесть на два стула Сделать что-то для тех, кто любит больше, как я Что-то более терпкое и необычное кофейное Это, собственно, напиток Бездна Который, по сути, представляет из себя смородиновый бамбл С шариком мороженого Шарик мороженого, это, честно говоря, мега-хайповая тема в Азии Они везде его добавляют И это очень круто Кстати, добавлю этого даже в газировку Потому что вы можете регулировать степень сладости вашего напитка самостоятельно Ну, а если вам это вообще не надо Шарик там спокойно просто существует И отдельно можете потом его съесть, если вы не хотите размешивать это с напитком Очень вкусный напиток с легкой кислинкой Прям вот, ну, по мне, максимально умеренно Второй же напиток для тех, кто очень любит сладкое Как вы уже знаете, сладкое я не люблю, но есть нюанс Я очень люблю клубничное молоко Это просто моя любовь Причем клубничное молоко, которое продается в Азии Оно имеет какой-то невероятный вкус Оно реально очень вкусное, максимально клевое Я люблю клубничное молоко Да, это очень странно И в какой-то момент, когда я была то ли в Корее, то ли в Японии Я не помню точно, я попробовала кофе на клубничном молоке И я такая Это странно, но я люблю тебя кофе на клубничном молоке Поэтому второй напиток у нас получается как питч Он достаточно сладкий, он прикольный, он тоже имеет кофейную нотку, но он прям вот понравится тем, кто любит послаще. Напиток невероятно крутой, обязательно попробуйте, потому что я не уверена, что такой напиток впоследствии сможете где-то найти, а так хотя попробуйте, что сейчас хайпит в Японии и в Корее. Я бы хотела, чтобы в рамках этого ивента абсолютно у каждого человека, который приходит в Чико, была возможность прикоснуться к бездне, поэтому, вашему вниманию, карточки эксклюзивные. На шесть персонажей вашей манги и одна проритетная, редкая карточка. С нами с бездной уже, да. Хорошие карточки, плотные. Ну, элементы, где ты, а вот здесь бездна официантка, да. Горничная. И она не очень довольна. Ну, это по базе, она не может быть довольна. Есть даже супер карточки, где изображена Я и бездна, которую рисовала Ритсука, это просто моя абсолютная любовь, это автор, которого я очень сильно люблю, и у меня огромный восторг, что получилось с ней договориться, чтобы эти карточки были представлены, поэтому, если вы тоже любите этого автора, то еще и ради вот этой вот карточки есть смысл туда сходить, потому что для меня это прямо очень круто. Как вы знаете, я люблю подтягивать всех своих куда-нибудь, чтобы там как бы все были в пределе, поэтому очень счастлива. Потом будут стикеры, конечно же, тоже всем очень нужны стикеры. И стикер можно отлепить вот так и приклеить к нам на телефон, на ноутбук и на стаканчик. Очень хорошо. Это как холдер. А, или на телефон она человек серьезный, сразу за инициативу взяла в свои руки. Когда вы будете заказывать напиток с бездной, во-первых, вы можете забрать сам вот этот вот капхолдер, он, кстати, очень качественный, его реально можно с собой взять. Если у вас есть какие-то там стаканы дома, можете надевать, оно реально сохранит на какое-то время свои свойства. Уху, реакции с москотом вашего бренда. Выглядит очень круто, реально красиво. Мне тоже нравится. И потом у вас будет вот такая вот защипочка вместе с изображением или печа, или бездны, которую вы можете цеплять уже себе потом куда угодно. Это сделано из специального покрытия, и оно не разваливается даже от взаимодействия с водой. Поэтому можете спокойно использовать то, что там на своих стаканах. Можете куда-нибудь себе там, не знаю, на ваш органайзер прилепить. Короче, тоже клевая штука. Максимально рекомендую. Я постаралась сделать так, чтобы абсолютно всем все понравилось и всем всего хватило. Я надеюсь, что это будет так. Да, трэш? Что по условиям ивента? Условия нашего ивента на самом деле очень простые. Вы просто приходите, вы едите еду, за каждые 600 рублей вам дают одну карточку. Когда вы набираете определенное количество этих карточек, вы просто отдаете их на кассе. Вам на вашу карточку ставят отметку. Она никак не влияет на внешний вид вашей карты. Подсчитывает количество карт, которые у вас есть, и дальше вы это обмениваете на призы. Но только при этом карты у вас остаются, потому что я настояла, чтобы карты никто не забирался. Чтобы всех остались карты. И таким образом, вы поели, например, на 1800 рублей. Вот у вас три карточки, и вы можете получить мангу, романгу от бренда Бездна. Потому что у нас есть мангу по вселенной с нашими персонажами. Если вы набираете столько-то карточек, вы можете получить шарф. Ну, а если вы набираете столько-то карточек, то вы получаете футболку. Что по поводу срока действия ивента? Ивент начинается 25-го числа и будет длиться до 7-го февраля. Но есть нюанс. Во-первых, ивент проходит только в Москве. Ребят, к сожалению, я очень хочу сделать ивент, чтобы было во всех городах. Но у нас, увы, очень мало вещей, чтобы покрыть все домики. Но если все пройдет нормально, если моей самой главной аудитории понравится, как все прошло, если вы будете довольны. Если я вот прям вот увижу в сенте или играю, что вы сходили в Чика, вы реально там получили футболку, у вас никаких проблем нет. Я, конечно же, подумаю на тему расширения всего. Мне сейчас самое важное, чтобы вы смогли комфортно туда сходить. И чтобы это все можно было отследить. Честно говоря, я не знаю, как быстро закончатся вещи. Но мы, в общем-то, положили с расчетом на то, что они должны как бы дойти до самого конца ивента, чтобы наверняка осталось. И чтобы, возможно, даже, может быть, там что-то еще и даже не отдалось посетителям, ну, чтобы раздать команде Чика. Но я, честно, не знаю, как все произойдет. Потому что вы у меня, дорогие друзья, самые непредсказуемые, самые лютые. По-моему, я единственный бьюти-блогер, у которого бьюти-боксы раскупают просто максимум за два дня. Это прям вот наш потолок. Потому что у остальных они месяцами валяются, никому не нужны. И в итоге там все распродают где-нибудь на маркетплейсах. У нас с вами другая история. Но у меня никогда не было, во-первых, оффлайн-ивента, поэтому не знаю, как пойдет. И, во-вторых, потому что это все-таки мероприятие, которое связано со мной в меньшей степени, это связано с бездной. Потому что я хочу познакомить вселенную Чика со вселенной бездной. Но даже если вам не интересно ни бездна, ни Чика, я рекомендую сходить, потому что реально прикольное место. Попробуйте еду, поделайте классные фотки, получите призы. Ну, и серия пустячок и приятно. Абсолютно все условия ивента можно найти в телеграм-канале моем, в телеграме бездны, в телеграме Чика. Я рекомендую вам туда как минимум зайти. Можете даже не подписываться, просто зайдите. Просто идите, чтобы потом не было ситуации, при которой вы хотели, но забыли или не поняли. Потому что там мы прям вот очень четко все распишем. Ну и, конечно же, покидайте видео, друзья. Вот, от вас я буду ждать фоточки после того, как вы посетите мероприятие. И ваш отзыв. Очень буду ждать, прям пишите мне, если что пойдет не так, всем вообще напихаем там. Поэтому, когда пойдете на мероприятие, обязательно мне потом предоставьте фотоотчет. Я прям буду очень сильно ждать это в своем телеграм-канале. Потому что я хочу видеть, что у вас там все хорошо, все комфортно. И вы вообще довольны. Все только ради вас. Такие дела. Субтитры сделал DimaTorzok